Музыка Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня у меня для вас рецепт торта Мужской идеал. Какие ингредиенты нам нужны? Яйца, мука, разрыхлитель, сливочное масло, сметана, мед, сода, лимонный сок, коньяк, сахар и измельченные грецкие орехи. Яйца разделяем на желтки и белки. Делаем это аккуратно, чтобы к белкам не попали желтки. На низких оборотах миксера взбиваем белки до пышной белой массы. Вот такая пышная белковая пена у меня получилась. Постепенно вводим сахар и взбиваем на средних оборотах миксера. Добавляю последнюю порцию сахара и лимонный сок. И взбиваю до плотных пиков. Вот такая пышная плотная белковая масса у меня получилась. Сюда по одному вводим желтки. Перемешиваем на низких оборотах миксера. Когда добавляем желтки, перемешиваем недолго. Теперь добавляем мёд. Добавляем соду. И опять перемешиваем на низких оборотах миксера. Добавляем сметану. Сметана у меня жирная, жирностью 26%. После добавления каждого ингредиента перемешиваем недолго. Муку добавила разрыхлитель. Перемешиваю. Мучную смесь в 3 этапа ввожу в яичную массу. Обязательно просеиваем. После каждого добавления перемешиваем на низких оборотах миксера. И недолго. Или можно лопаткой перемешать. Я добавила муку и перемешиваю венчиком. Аккуратно снизу вверх, чтобы тесто не опало. Добавляю орехи. Перемешиваем недолго. Добавляю коньяк. В растопленное сливочное масло добавлю 2-3 ложки теста. Перемешаю. И эту массу добавлю в тесто. Перемешиваю недолго. У нас получается вот такое по густоте тесто. Я заранее подготовила форму. Дно накрыла пергаментной бумагой. Тесто разровняю по противеню равномерно. Чтобы у нас получился ровный красивый корж. Тесто поставлю в заранее разогретую духовку. Температура духовки 180 градусов. Нам понадобится приблизительно 25-30 минут. Пока печется корж, я приготовлю заварную основу для крема. Для заварной основы нам понадобятся следующие ингредиенты. Яйца, коричневый сахар, ванилин, молоко и крахмал. А для крема потом нам понадобится еще сливочное масло комнатной температуры. И вареное сгущенное молоко. Сначала в сотейнике с толстым дном нагреваем молоко. Пока греется молоко, взбиваем яйца с сахаром. У меня коричневый сахар, можете взять обычный белый сахар. Взбиваем до пышного состояния. Добавлю ванилин. И добавлю крахмал. У меня кукурузный крахмал. У нас получилась вот такая гладкая однородная масса без комочков. В яично-сахарную массу тонкой струйки вводим горячее молоко. Перемешиваем на низких оборотах миксера. Яично-молочную массу возвращаем обратно в сотейник. Эту массу поставлю на плиту на медленный огонь. Постоянно помешивая, доведу ее до загустения. И потом сниму с огня. Корж уже готов. Я только что достала из духовки. Сниму его на решетку и дам полностью остыть. Вот такой очень пышный, ароматный и эластичный корж получился. Оставлю на кухонном столе и дам полностью остыть. Вот такая по густоте заварная основа у меня получилась. Перелю заварную основу в форму побольше. Оставлю на кухонном столе и дам полностью остыть. Сверху или можно накрыть пищевой плёнкой, или же периодически перемешивать. Чтобы заварная основа сверху не покрылась корочкой. Заварная основа при комнатной температуре очень хорошо остыла. Продолжаем готовить крем. Взбиваем сливочное масло комнатной температуры до пышности. В масло по ложке добавляем варёное сгущенное молоко. И каждый раз хорошо взбиваем. Вот такая пышная масса у нас получилась. И в эту массу понемножку добавляем заварную основу. Когда добавляем заварную основу, долго не взбиваем. Добавляю последнюю порцию заварной основы. И взбиваю около 1 минуты. И крем готов. Крем уже готов. Он получается глянцевый, пышный и очень вкусный. Порежу корж на 3 ровные части по вертикали. Я уже сделала отметки. Вот так выглядит бисквит внутри. Он очень лёгкий, воздушный и пахнет мёдом. Собираем торт. Можно было коржи и пропитывать. Но я этого не буду делать, поскольку они уже влажные. Но при желании можете пропитать. Кладу следующий корж. Можете, конечно, и при желании посыпать орехами или тёртым шоколадом. Торт сверху и боков затяну кремом. Так как этот торт я сделала для домашнего чаепития, украшу просто. С боков обсыплю торт орехами, а сверху посыплю тёртым шоколадом. У меня горький шоколад. А вообще, украшайте торт по вашему вкусу. Торт поставлю в холодильник на ночь, чтобы крем успел хорошо стабилизироваться. И чтобы торт на срезе получился ровным и красивым. Торт хорошо настоялся, пропитался. Порежу и посмотрим, что у нас получилось. Вот так получился торт внутри. Чётко видны слои крема, бисквитные коржи. Торт очень приятно пахнет. Он очень хорошо пропитался. Попробую и скажу, как по вкусу. Я попробовала. Торт мне очень понравился. Бисквитные коржи получились очень мягкие, влажные и очень вкусные. Крем получился очень воздушным. И он очень хорошо пропитал коржи. В дополнительной пропитке торт не нуждается. Но при желании, конечно, можете. Перед подачей рекомендую торт достать из холодильника за час, чтобы он успел смягчиться немножко. Потому что крем в холодильнике немножко застывает. В оригинальном рецепте крем делается из масла и из варёного сгущённого молока. Такой масляный крем мне не нравится. Поэтому я сделала заварной карамельный крем. Крем можете подобрать по вашему вкусу. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, хорошего настроения и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok